Джей, я протянул тебе руку, чтобы защитить твою честь и твою гордость. Отец этого ребёнка я. Все так и будут считать, даже если мои дети будут против. Мне так странно говорить вам «ты». Говори так, как тебе удобно. Я в неоплатном долгу перед вами. Ты молода. Ты будешь расти, учась. У тебя будут идеалы, мечты, цели, и ты их все притворишь в жизнь. Я возьму несколько вещей и сейчас же выйду. Нет, Хазымбей, это ваша комната. Я не хочу лишать вас вашей комнаты. Ты не одна. Тебе не будет удобно с ребёнком в другом месте. Мы так не договаривались. Нет, нет, мы так не договаривались. Нет, нет, мы так не договаривались. Смотри, ты сейчас ляжешь и отдохнёшь. Хорошо? Будешь ждать, отдыхая. Хазымбей? Папа. Где папа? Где папа? Где папа? Успокойся. Селин, спокойно. Папа. Папа. Где папа? Папа. Успокойся. Всё хорошо, успокойся. Папа. Ладно, пойдём. Папа. Пойдём, сестрёнка. Папа. 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 Соболезная. Погоди, погоди. Ещё ничего неизвестно. А если так уж хочешь выразить соболезнование, то соболезнусь жене. Давай, иди отсюда. Папа. Папа. Идём, доченька. Оставь сестру мне. И ты иди. И скажи тем, кто у ворот, пусть не впускают всех подряд. Хазымбей при жизни запретил им приходить в этот дом. Скажи, пусть не пускают каждого прохожего. Иди и скажи. Папа. Папа. Заходи, дочка. Заходи, заходи. Заходи. Ты посмотри на неё. Прихватила своего мужа негодяя и притащилась сюда. Якобы будут плакать по отцу. Даже если человек не умер, он умрёт от горя, увидев вас. А с тобой-то что интересно, а? Что за вид? Ещё неизвестно, умер твой муж или нет. Что с тобой происходит? Ты всё ещё смотришь на этого кобеля, не моргая. Что происходит, Эджи? Почему до сих пор нет никаких новостей? Почему никто не отвечает на звонки? Почему никто не говорит? Селин, пожалуйста, успокойся уже. Ещё ничего не известно. Единственное, что мы знаем, это то, что машина, чья лицензия принадлежит компании, попала в аварию. Да? То есть, не обязательно, что за рулём был отец? То есть, мой отец не мог погибнуть. Он не мог быть за рулём. Мой отец не может умереть. Мой отец не может умереть. Свадебный подарок тебе от моей мамы, отец! Подарок тебе из той могилы, на которую ты плюнул! До сих пор с меня хватит. Откуда ты знаешь, что это мой отец? Как человек, который обгорел до неузнаваемости, может быть моим отцом, а, отец? Это не мой отец, брат. Син, ну... Впрочем, это не может быть мой отец. Это абсурд, брат. Наш отец, брат. Наш отец. Разве это не абсурд, а? Наш отец. Разве может наш отец так умереть, а, брат? Наш отец не может умереть таким образом. Нет, брат, я в это не верю. У него только появилась молоденькая красотка. Это нелепо, что он просто так взял и ушел. Мой отец не может умереть. Хорошо, хорошо. Приди в себя. Приди в себя, пожалуйста. Хватит. Смирись со своей болью. Довольно. Перестань бегать от боли. Ты не одинок. Никто из нас не одинок здесь. Ты не одинок, брат. Я твой брат. Я здесь. Твой брат здесь. Все твои братья здесь. Ты не одинок. Хорошо? Мы здесь, чтобы держаться друг за друга. Иди сюда. Иди, иди. Ты бери и делай со своей болью, что хочешь, ладно? У меня нет никакой боли. Этот человек не мой отец. Иди сюда. Мой отец не умер. Мой отец не умер. Мой отец не умер. Мой отец не умер. Мой отец не умер! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты сейчас заплачешь Если ты сейчас не заплачешь на взрыв, то потом будет болеть душа Я по себе знаю Из детства Когда умер папа Эджа была маленькой Очень маленькой И я не могла плакать, чтобы ее не напугать И тогда, когда он умер у меня на глазах И когда хоронила А потом так и не выплакала Здесь и осталась У меня душа плакала Не делай этого с собой Все можно запретить, но слезы запретить нельзя Ты не обязан твердо стоять на ногах этой ночью Этой ночью ты ребенок Этой ночью ты того же возраста Каким был, когда Уезжал в Америку Уезжал в Америку Я не один У меня есть брат У меня есть брат, за которого я могу зацепиться Я не одинок 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 Сестренка Смотри, уже неделя прошла Ты хоть подумала, чем хочешь заняться? То есть Мне нужно знать, что ты хочешь сделать Здесь тебе нехорошо, что ты хочешь Давай уйдем Я сниму, что ты хочешь Я сниму, где тебе будет комфортно Я не одинок умер отец. Ты собираешься выставить дочь перед горюющими людьми, чтобы качать права за наследство трехдневного брака? Давай сделаем так, как говорит твоя сестра, дочка. Что нам делать? Знаешь, что нам лучше всего сделать? Давай соберем все твои вещи и переедем к тебе. Ты как-нибудь позаботишься о нас? Казан, эта девочка – жена покойного. Жена. За ней твердо стоит гражданский кодекс. Сейчас все горюют. Пусть огласят завещание, тогда я посмотрю, кто на самом деле горюет. Эх, детка. О таких делах надо спросить у своей мамы. Сколько вы прожили? Что вы видели в жизни? Вы еще в начале жизненного пути. А ваша мать знает, я знаю. Вы хоть представляете, сколько семей распалось из-за наследства? Сколько братьев и сестер переругались? Ах, этот вкус денег. Этот вкус денег заставляет людей забыть о своем горе и направляет братьев и сестер друг на друга. Ах, мама. Заговорила наследница династии Пазелет Чамкран. Конечно, я буду говорить. Ты недооцениваешь меня. Мы не видели таких вилл в собственности владений, но и мы кое-что видели. Ты знаешь, что видели эти глаза? Эти глаза видели братьев, выколовших друг другу глаза из-за клочка земли. Мы не претендуем на чужое. Мы хотим то, на что мы имеем право. Мы хотим лишь то, что принадлежит нам по закону. Я не знаю о твоих законных правах, и если тебе есть, что получить, и ты хочешь получить, это не мое дело. Но я здесь. И ты поняла, что я хочу сказать. Посмотри на нее. Здесь она, видите ли. Посмотри на нее. Говорит, что она здесь, будто она все знает. Дочка, ты не слушай ее. Не слушай. Ты не одна. Подумай о малыше в животе. Отныне ты должна думать о вас двоих, Эджи. Послушай, этот брак изменит твою жизнь, дочка. Не забывай это. Не забывай. Прошу, прошу. Мы с мужем пройдем в гостиную, а вы проводите мою свекровь в верхнюю гостиную. Прошу. А я все никак не могла дождаться. Почему вы так смотрите на моего мужа? Как Есимин, будучи невесткой этого дома, может здесь находиться, так и Есин вполне естественно находится здесь. Как взять моего отца? Милая, только между нами есть такая маленькая разница. Если бы отец был жив, то вы и шагу не ступили бы через эту дверь. Есимин, не смеши меня. Может, я не буду говорить о том, что мой отец думал о тебе? Тише, Селин. Если бы твой отец был жив, то ты сейчас была бы той, от кого отреклись. Довольно. Хватит вы обе. Перестаньте. Селин, я выйду. Есин. Ты мой муж. Пожалуйста. Я немного подышу воздухом. Дать тебе знать, когда придет адвокат. Хочешь? Синан? Синан? Ты в порядке? Я похоронил отца. Внутри идет большая битва за наследство. Я в полном порядке, Хазан. В полном порядке. Честно. Почему ты настроен против меня? Я уже целую неделю отложила все дела и пытаюсь быть только рядом с тобой. Почему ты не позволяешь мне? Ты не можешь быть одновременно с двумя, Хазан. Что? Что это значит? Что сказал, то и значит. Я считаю, что у тебя горе, и ничего не говорю, Синан. О, Боже. Но ты объяснишь. Придет время, и ты объяснишь, что это значит. Это неправда. Неправда, не так ли? Правда. Правда, сестра. Смотри. Смотри, смотри, здесь. Ты мне... Ты мне не сказала. Ты не сказала мне. Смотри мне в глаза. На меня смотри. Говори мне в лицо. Что мне говорить, сестра? Что хочешь, чтобы я сказала? Я просто беременна. Мой муж умер, а я беременна. Понятно? Нет. Непонятно. Довольна уже. Уже неделю я говорю, что она в трауре. Говорю, молчи, не разговаривай. Говорю, человек умер, но я больше не могу это выдержать. Это же... Даже когда ты плакала по этому человеку, ты плакала и называла его Хазымбей. Кого ты обманываешь? Беременна она, видите ли? Кого ты обманываешь? Кого ты обманываешь? Никому нельзя ничего говорить. Я, собственно, собиралась тебе сказать. Но сказала бы позже. Нельзя было говорить, тетка. А я и съела вашу ложь. Съела вашу ложь с аппетитом. Слушай, ты не раскроешь рта, пока эти люди не уйдут. Иначе будет плохо, Хазан. Слышала меня? Эй, Джен. Отпусти! Поздравляю тебя. От всего сердца поздравляю. Твоя жена идёт. Держи, возьми её за руку. А теперь вместе поздравьте меня. Поздравьте меня вместе. Тот, кто у тебя в животе, я никогда не приму его. Я никогда его не приму. Он не будет моим братом. Послушай, дочка. Твоя сестра беременна и переживает очень тяжёлый период. Беременность – это сложная вещь. В этот период, вместо того, чтобы быть с ней рядом, ты противостоишь ей, не делай этого. Я всегда рядом с сестрой. Всегда. Почему ты даёшь мне уклончивые ответы? Я задала простой вопрос. Как давно ты это знаешь? Сколько недель? Ты что, меня не слушаешь? Говорю тебе, мы только недавно узнали. В следующий раз возьмём тебя с собой. Я не у тебя спрашиваю. Я у сестры спросила. Сестра, ты действительно мне слишком досаждаешь. Слишком досаждаю, да? Правильно. Почему я вообще тебя досаждаю? Ответ где-то здесь, верно? Что ты делаешь? Почему ты роешься в ящик, как сестры? Сестра, что ты делаешь? Ещё с ним окузи. Ты с ума сошла? Прекрати. Прекрати, я сказала, Хазан. Что, Хазан, что? Разве это не мой племянник? Я хочу его увидеть. Где? А? Хватит уже искать. Хватит, давай. Где? Хазан. Возьми. Твой племянник здесь. Ты? Ты когда вышла замуж, Эджи? Ты прекрасно знаешь, когда я вышла замуж, сестра. Ты где-то на третьем месяце? Мне очень жаль. Я бы не хотела портить отношения с вами двумя. Минутку, я правильно расслышал? Ты? Ты сказала, на третьем месяце? У тебя уже три месяца отношения с моим отцом, и мы об этом не знаем? Ээээ, хватит, чёрт возьми. О, Господи, что прожито, то прожито. Хазан Бей и моя дочь поженились. Им надо было пожениться. Они и поженились. Ты едешь со мной. Что происходит? Куда ты ведёшь мою дочь? Что ты делаешь? Отпусти. Куда ты ведёшь её? Ты, разбойник, похититель. Это дело не решается двумя снимками у тебя. Я не обязана с тобой никуда ехать. Очень даже обязана. Куда ты ведёшь мою сестру? Отвожу будущую маму, моего брата или сестры, в проверенную клинику. Я хочу собственными глазами увидеть брата или сестру. У вас есть какие-либо возражения? У тебя есть тётя? Нет? Тогда давайте. Я тоже поеду. Хорошо, поехали. Куда ты идёшь? Тогда, когда её мать, я стою здесь. Отойди. Василет Ханум, Рыза Бей. Вы отвезёте Василет Ханум, не так ли? Рыза, подгони машину, подгони. Быстрее подгони машину. Рыза! Мама? А почему мама не едет с нами? Стой, 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 стой. Рыза, быстрей. Сестра? Ладно, ладно. Поворачивай. Рыза, ты затеряйся, хорошо? Что? Что? Ты... Ты что делаешь? Почему ты избавляешься от мамы? Сестра? Ладно, ладно. Почему ты так медленно едешь? Я же сказала, быстрее. Смотри, смотри, ты потерял их. Будь ты проклят. Ты потерял их. Куда они теперь поехали? Проклятие. В какую, интересно, больницу они поехали. Дай! Дай мне телефон! Ты совсем с ума сошёл! Один час, один час. Хорошо, вы можете жить без мамочки всего лишь один час. Всё в порядке. Хазан, ответь на звонок, дочка! Ответь на звонок! Ну вот видишь! Говорила же тебе, езжай быстрей! А то потеряешь их из виду! Потерял! Эджей, не хочешь что-нибудь сказать мне о малыше? Эджей, не хочешь что-нибудь сказать мне о малыше? Он мой племянник, мой родной, мой родненький. Ничто не может этого изменить. Ты можешь рассказать мне всё, сестрёнка? Всё! Эджей, Ханум, вы можете зайти. Вы увидите через некоторое время. Сначала нам нужно провести рутинные проверки. Прошу. Я здесь, хорошо? Хорошо? А шприц для чего? Мы возьмём околоводные воды, Эджей, Ханум. Обычная процедура на этой неделе беременности. Я просматривала информацию о неделях беременности, но я никогда не читала ничего подобного. Впрочем, это будет недолго. Я буду информировать вас во время процедуры. Прошу вас. Поздравляю, ты становишься тётей. А у тебя появится брат. Погоди-ка. Пока единственное, что можно сказать, это то, что ты тётя. Почему ты помешал моей маме поехать? Что они там делают? Хазан. А твоя сестра действительно честна? Скажи. Этот ребёнок от моего отца? Ты веришь в это? Ну, я имею в виду, они были вместе месяцами. У них будут отношения в течение нескольких месяцев, и мы этого не заметим. Ты правда веришь в это? Ты что-то задумал. Мой отец не тот человек, который будет с несовершеннолетней девочкой, понимаешь? Что они там делают? Никакого вреда не будет, хорошо? Они оба будут в порядке. Тест на отцовство. Ты поручил провести тест на отцовство без ведома сестры. Ты хочешь узнать правду или нет? Подожди, остановись. Я доверяю сестре, понятно? Если это то, на что ты намекаешь, моя сестра не из тех, кто обманет твоего отца таким образом. Хорошо. Тогда проблемы нет. Будь терпеливая, жди результата, как я. Ты обманул мою сестру. Отойди. Я не знаю, как ты убедил этого врача, но ты не имеешь на это право, понятно? Ты не можешь сделать это, обманув мою сестру. Спросишь, если она позволит, то сделаешь. Хазан, если твоя сестра настолько честна, как ты думаешь, то, скрывая это от нее, я не сломлю ее гордость, не так ли? Она не узнает, что мы провели тест на отцовство, и тема будет закрыта. И ни у тебя, ни у меня не останется ни тени сомнения. Ну, а если ты войдешь и помешаешь мне, и твоя сестра нечестна, и ничто из того, во что ты веришь, не соответствует действительности, и она не согласится на тест, то мы обратимся в суд. А это больше всего навредит твоей сестре. Моя сестра! Сестра? Ты в порядке? Я в порядке. Мне было не больно, не волнуйся. Они взяли жидкость, чтобы узнать, есть ли какие отклонения. Но с нами все хорошо, все в порядке. А с тобой что? Ты в порядке? Я в порядке. И если ты в порядке, то и я. Закончилось? Это все? Мы можем ехать домой? Пойдем. Пойдем.